И начнем с самого масштабного спортивного события нынешней осени. Любители легкой атлетики сегодня встретились на традиционном Минском полумарафоне. Испытать свои силы на трех основных дистанциях смогли 15 тысяч человек, среди которых и зарубежные спортсмены. Основное внимание было приковано к забегу на 21 километр. Вместе с любителями участия в нем принимали профессионалы, в том числе атлеты национальной сборной Беларуси. Примечательно, что свои титулы чемпионов смогли защитить триумфаторы прошлого года – россиянин Рина Сахмадеев и наша соотечественница Марина Даманцевич. Я уже привыкла к этим стартам. Впечатление на сегодняшний день отлично. Но я выиграла, я планировала на выигрыш. К этому шла, готовилась. Было нелегко, так как у меня каждый месяц старты. Забег удался на 100%. В прошлом году тоже выиграл Минский полумарафон. В этом году приехал, чтобы защитить свой титул. У меня получилось, поэтому доволен. Стартовали спортсмены у национального олимпийского стадиона «Динамо», а финишировали на его беговых дорожках. Полумарафон – это праздник, который заряжает всех его участников эмоциями и подталкивает к покорению новых спортивных вершин. Вчера стартовал праздник города, а спортивная составляющая этого праздника сегодня. Любители, которые пришли сюда, чтобы пробежаться, поучаствовать, поделиться эмоциями, зарядиться энергией до следующего сезона. Это нелегкие дистанции 21 км, 10,5 км, но все заряжены на действительно победу, все в хорошее настроение, какое-то воодушевление. То есть это люди, которые готовы к таким дистанциям. Это говорят, что они в течение долгого времени готовились, проходили подготовку, тренировались. Минский полумарафон – традиционное мероприятие, которое собирает в столице нашей страны любители бега со всего мира. С каждым годом количество участников только растет, а сам забег стал визитной карточкой города. Ветераны-танкисты, военнослужащие механизированных соединений, танковых воинских частей вооруженных сил и танкоремонтных предприятий страны сегодня принимают поздравления. Адресовал им их и президент Беларуси в День танкиста. Александр Лукашенко подчеркнул. Значимость танковых и механизированных войск трудно переоценить в современных вооруженных конфликтах, а в мирное время они являются важным фактором сдерживания агрессора гарантом мира и безопасности. Хорошо понимая это, сегодня личный состав танковых частей и подразделений вооруженных сил Республики Беларусь постоянно совершенствует свое мастерство, добиваясь хороших результатов в ходе боевой подготовки. Высокую боеготовность войск помогают поддерживать работники военно-промышленного комплекса страны, обеспечивая своевременный ремонт и модернизацию бронетанковой техники вооружения. Именно танкисты во время Великой Отечественной проявили несокрушимый героизм. За ними во многих белорусских городах закрепилось сопределение освободителей. Вот и в Минске рядом с Домом офицеров на Пьедестале сейчас возвышается легендарная «тридцатьчетверка», известная как танк младшего лейтенанта Фолькова, командира, ворвавшегося первым на своей боевой машине в город 3 июля 1944-го. События Великой Отечественной и других войн, в которых не было равных советским броневикам, сегодня реконструируют на линии Сталина. Радость профессионального праздника танкисты еще накануне разделили с минчанами, представив уникальную экспозицию в День города. Будущие офицеры-спасатели, которые будут нести службу в подразделениях по всей Беларуси, принесли присягу. Это первокурсники Университета гражданской защиты МЧС. Он имеет более чем 90-летний опыт подготовки специалиста в области чрезвычайных ситуаций и ведет обучение по 19 специальностям, что делает учреждение ключевым образовательным центром в данной сфере не только для Беларуси, но и для ближнего и дальнего зарубежья. В этом году набраны 175 курсантов, 10 из них – девушки. Курс молодого бойца, конечно же, был достаточно сложным, как и для всех, но мы стали сплоченным, дружным коллективом, друг другу помогали и со временем уже втянулись, можно сказать, в эту курсантскую жизнь. Сегодняшний день для меня является одним из самых знаменательных и важных в моей жизни, которые я запомню навсегда. Примером для меня, конечно же, является мой папа, который является работником МЧС. После принятия присяги на наши плечи ложится огромная ответственность. Мы уже обучаемся в университете гражданской защиты, формируемся как курсанты, как определенная личность будущего спасателя. На нас ложится такая ответственность, как предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. То есть мы уже будем работать конкретно с населением, проводить какие-то разъяснительные беседы и ликвидировать какие-то небольшие чрезвычайные ситуации. Церемония прошла на площади государственного флага в Минске. Она завершилась выступлением взвода почетного караула университета и торжественным маршем. Армейские поисково-спасательные команды для поиска выживших после землетрясения мобилизовали в Марокко. Задействованы вертолеты и беспилотники. Спасатели все еще пытаются добраться до труднодоступных районов. На этом фоне число погибших может возрасти. На данный момент известно о более двух тысяч жертв. Еще примерно столько же получили ранения. Причем около тысячи находятся в критическом состоянии. Также во многих частях Марокко люди ночуют на улице уже почти двое суток. Они боятся возвращаться в дома и ожидают новых толчков. Особенно это заметно в одном из крупнейших городов страны Маракеши. Там же, по сообщениям СМИ, землетрясение вызвало разрушение в старой части города, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Традиционно самые заметные события последних семи дней найдут отражение в нашей итоговой программе. Корреспонденты готовят материалы к эфиру. Не пропустите этим вечером в половине восьмого. Беларусь и экваториальная Гвинея – перекресток интересов. Беларусь, в отличие от западных демократизаторов, готова помочь вам быть хозяином на своей земле на благо собственного народа. Время Беларуси. Как экономическое очарование настигло хабаровчан? Губернатор за рулем нашего троллейбуса, головка сыра на 120 килограмм и первый дальнемагистральный рейс на Минск. В дни Беларуси в Хабаровском крае в эмоциях и интонациях с города Наамуре, передает Константин Герцов. Военные контакты. Кто с нами по одну сторону окопа, а кто напротив присматривается в бинокль? Интервью с начальником департамента международного сотрудничества Минобороны. Мы действительно развиваем сотрудничество с государствами, которые хотят сотрудничать с нами и которые нас поддерживают и на политической арене, и во взаимоотношениях двусторонних. И на гарнир бекон, шашлык, полиндвицей сало, как развивается мясная отрасль страны. Рентабельность, дисциплина и новые технологии. Пазлы мясного производства собирала Юлия Мычко. Смотрите неделю на СТВ каждое воскресенье в 19.30. Нам есть что показать. 7 миллионов 114 тысяч тонн. Столько зерна с учетом рапса собрали с полей на данный момент в белорусской аграрии. Жатва практически завершена, и сейчас в центре работ смещаются на поля с кукурузой, сахарной свеклой и картофелем. Эти культуры, вопреки непростым погодным условиям, дают хорошую урожайность. Так, если прошлой осенью с гектара картошки получали 302 центнера, то сейчас 360. По сахарной свекле соотношение практически один к одному. А кукурузу пока говорить рано. На зерно ее убирают лишь в Брестской, Минской и Гомельской областях. Зато зеленой массы собрано по всей стране свыше 5 миллионов тонн. Сырный фестиваль с мясным островком в Центральный ботанический сад Минска сегодня съехались лучшие сыроотделы страны, как крупные, так и крафтовые производители. Как известно, в Беларуси вырабатывается свыше 400 наименований твердых и полутвердых сыров по 30 килограммов в год на человека, тогда как средний Беларусь едает лишь 7. Остальное поставляется за рубеж. Страна занимает четвертое место среди мировых экспортеров сыра. Как готовят этот продукт, что влияет на его вкусовые качества, гости фестиваля могут узнать, участвуя в различных викторинах, конкурсах и дегустациях. Я никогда раньше не видела лавандовый сыр и такое бесконечное множество сыров, поэтому впечатления, конечно, классные. Тем более для меня, как для сыролюба, попробовать что-то новое, это очень интересно, классно и вкусно. Наши сырные конфетки очень пользуются спросом. За вчера мы продали более 50 упаковок и еще есть к продаже сегодня. Сыр в сыре у нас Секрето и рулет из форелью. Секрето в прошлом году на сырном фестивале «Миру сыр» заняли первое место как лучший сыр по сочетанию вкусов. Мы решили замутить такой фестиваль сыров, который проходит у нас уже не первый раз. Действительно, наши посетители знают это, приходят с удовольствием провести здесь время и действительно узнать новинки, те сыры, которые и у нас в Белоруссии производятся, и познакомиться с производителями крафтовых сыров. Присоединиться к сырному празднику можно сегодня до 6 вечера. Его приурочили к празднованию Дня города. В прошлом году вкусный фестиваль в Ботаническом саду посетили около 10 тысяч гостей. Редактор субтитров А.Семкин